Возле нашего Санкт-Петербурга Я думаю, многие, если что-то уже искали работу или уже работает, часто встречали в вакансиях, есть требования, умение подстраиваться по стилитику проекта. И думают, ну, в общем, я сумею, нормально, пойдет. Я умею, нормально, хорошо. На самом деле, почему это важно, даже важнее, чем какие-то ваши навыки, скиллы, потому что, ну, не важно, как ты круто рисуешь эту тенюшечку, как ты ее сделал, как ты листочку рисовал, если объект не вписывается в сам продукт, если он там не смотрится и неплохо работает. И буду в этом еще не разбираться. Немножко я о себе расскажу, о нашей компании. Как вы сказали же, меня зовут Александра. Я в геймдеве уже почти шесть лет. Начинала я художником, потом затем стала артледом. И теперь я арт-директор компании Астерман. Астерман — это сервисная компания, то есть мы, так скажем, даем, ну, предлагаем услуги компаниям крупным, продуктовым или топовым игровым компаниям своих услуг по разработке графики цифровой, любой сложности, по разработке анимации, роликов и по AR и VR, приложениям и играм. Немножко пораздуваем нос и смотрим в рью. Смотрим, какие мы классные штучки делаем. Смотрим, какие мы классные штучки делаем. Смотрим, какие мы классные штучки делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Также мы участвуем в различных фестивалях по графике И были призваны в Беларуси как цифровое агентство номер один в 2019 году Спасибо Так это у нас не работает, не перечелкивается А, все Сейчас пройдемся немножко по плану лекции, чтобы сориентироваться, что у нас зачем будет Сначала мы обсудим, что же такое стилизация, для чего она нужна и в этом роде Потом мы рассмотрим основные стилистики в играх, подробнее о каждой Потом обсудим, как отличать и пользу приема стилизации Затем обсудим, как прокачивать навык стилизации и тренироваться Ну и заключение с вопросами В общем, это такая история, как примерно видели все такие мемы Как видит обычный человек кисти и как видит художник Допустим, щетина, белка, коза и так далее Так не должно быть Нужно уметь различать для того, чтобы между собой художники или, допустим, работники смежных отделов друг друга понимали И не возникало проблем восприятия, что я имела вообще другое совершенно А вот ты мне говоришь, сделай мне мультяшный персонаж И ты такой, типа, что это, типа, какого, какой мультяш? Ну, как в Disney, ты же понимаешь, не сделай И все Вот это очень больно Вот, перейдем к тому, что же такое стилизация Одним словом, это упрощение Если в двух словах, это тот язык, которым мы, как издатели, как игровые компании выражаем Преподносим информацию игроку, либо зрителю То есть мы акцентируем на том, чем нам надо И немножко сглаживаем грани то, что нам не нужно показывать человеку, чтобы он не отвлекался от того, что нам нужно И как же отличать эти стилистики, как подстраиваться под них Это уже мы дальше будем обсуждать с вами Есть такая вот наглядная картинка Мы будем обсуждать не жанры игр, сразу оговорюсь Мы будем именно стилистики, графики И не ее исполнение, а вот именно какой-то пропорции и все такое Тут видно, что от гиперказуала до реализма И те стилистики, которые я буду сегодня, о которых рассказывать Это, ну, в них нет определенных границ между ними Это просто я выделила какие-то основные, которые чаще всего встречаются И чтобы, а так вот реально, ну, там может быть огромная пропасть между двумя И не нужно там сглаживать внимание Начнем с гиперказуала Я выделила все стили, мы будем рассматривать по трем параметрам Это пропорции, красочность и детализация И пропорции, тут мы видим, что гипертрофированные То есть у нас по максам, это значит, что крайняя точка Это будет суперутрированной пропорцией Тут же красочный, тут же суперкрасочная Ну и детализация тут, соответственно, на минимуме То есть тут у нас, что мы видим, яркие цвета Нету как-то отягощенной детализации Все очень просто В основном это, то есть, просто шарики, кубики Дальше у нас пластиковый кузал идет, еще его называют пластилиновый Тут мы видим, что уже появляется немножко детализация Все такие же остаются красочные цвета Но появляются уже какие-то сложные приемы, как рефлексы и так далее Но по материальности тут все очень смазанная картина Тут нет особо металла, бликов Все такое очень матовое, мягкое И по пропорциям оно, видите, немножко уже становится более приближенное к нам, так сказать Красочность немножко сбавляется Ритализация растет Классический кузал Она более, наверное, самая популярная, наверное Что все говорят, вот нам нужно как вот здесь Картинку показывают именно вот подобную кузуалу Тут уже больше видна материальность Пропорции, опять же, уже немножечко становятся более реалистичными Появляется детализация, волоски Дерево, основа деревом, блики яркие Материалы считываются Детализация И красочность, она, ну, уже так Немножко появляется какая-то грязнота в цветах Ну, немножко совсем Живописный кузул Ну, законодательный мод, конечно, кто является, какая компания? Близзых Все тоже очень любят говорить, что вот мы хотим, вот как у Близзов Вообще, там так, так классно И это вот основная такая графика Она идет вот на такие карточные игры какие-то Даже иллюстрации просто Это уже тут видно Супер какая-то детализация растет Материалы прямо вообще все четко считываются Пропорции менее утрированные Детализация Растет Семиреализм Это у нас Лига Легенд, скорее всего, все знают Узнают Цвета тут уже такие более приземленные Но все равно достаточно насыщены Пропорции уже близки к реализму Но все равно есть какие-то утрированные Типа вот толщинки где-то вот толще Глаза Волосы Все еще То есть там не будут, скорее всего, волосков Пропорции вот Мы видим, что уже почти-почти мы приблизили к реализму Красочность из резинки Детализация Ну и реализм Реализм, да и реализм Не работает В общем, там, да Что-то полетело В общем, там была формула стилизации Это у нас пропорции и выразительность И вопрос о том, как же все-таки научиться анализировать Для этого нужно понимать, с чего состоит стилизация А стилизация у нас состоит, как я уже сказала ранее Спойлеры, пропорции и выразительность По пропорциям Тут мы наглядно видим, что Допустим, я здесь выбрала, как опорный объект или деталь Это стопы То есть мы смотрим от стоп И как вот меняются пропорции персонажа То есть мы видим вот обычный нам привычный джасмин И вот к гиперказуалу тянем Как-то гладище Уже даже вратание То есть в реализме Все супер-супер детализм Но все еще узнается персонаж Это по пропорциям По выразительности Тут играет большую роль эмоции Пластика персонажа И то, как вот Насколько мы легко считываем эти эмоции То есть все видели персонажа Диснея Как они там прям изгибаются Насколько у них там вот такой вау Они как прям вообще лица растягивают Вот эта вот супер-утрированность Это вот Поэтому мы различаем Как вот Насколько нам нужно Вот если вкратим Вот ее лицо Полностью мы будем Видеть Все ее эмоции Вот наш неподражаемый типичой Она вообще очень крутой художник И вот по стилизации Именно вот из них Вам интересно подписываться на инстаграм Я рекламирую Я вообще обалдею Вот Тут опять же видно по эмоциям Как вот Типа что Ну вот если в реализме Ну какая-то эмоция Она просто чувствуется Типа как Ну как вот очень слабо А если у нас уже супер-голова на все тело То, конечно, тут не скроешь никакой эмоции Тоже хороший пример Ну тут просто пропорциями на лица Можно посмотреть Для тренировки себя Тоже можно хоть брать персонажа Какого-то знаменитого С кот-игры Или там с фильма И допустим В обе стороны Делать по несколькой итерации Стилизацию Допустим Его сделать Более резичным Там два пункта Или там Более простым Гиперкузуальным Прямо даже До фигурок дойти У животных Стилизация По сути все то же самое Только перед этим Нам, конечно, нужно изучить его анатомию И уже Когда мы Хорошенько поняли Как там ничего работает Мы уже упрощаем Все это И обдумываем Что же нам важнее показать Нужны ли нам Такая вот мультяшность Эти глазки Эти диснеевские Или лучше все-таки Чтобы они были Более такие сдержанные И ночью шерсти тоже Не всегда Она нужна Не всегда Необходимо Пример Вот как предмет Лучше стилизуются предметы Мы утрируем Каждую Вот эту детальку Увеличиваем Отказываемся От фактурности От рельефа Но опять же Что индивидуально А мы пропустили Один слайд Да пропустили Один слайд Сейчас В стилях После реализма Я выдела Отдельной группой Это авторский стиль То есть индия То есть это совершенно Другая категория Которая никак не оценивается Это просто вот Какая-то авторская стилизация Важно Как стилизуем домики Это тоже Вы выбираете Что вам нужно Что вам важно Показать Подчеркнуть И как Чтобы это в игре Тут же вы По стилизации Видите как делают Тоже можно для себя делать Эксперименты Брать Мультяшных персонажей И И пробовать делать Более реальные пропорции Допустим Ну смотрите на себя в зеркало И сравниваете Вот допустим У тебя вот такого размера глаз И он должен быть У него точно так же И вы Видите как прикольно Меняется восприятие Такого Мульта По фильмам Также можно себя Тренировать Смотреть как можно Цвета Менять Тренировать Что нужно Вам подчеркнуть Что лучше Увести на дальний план Очень классная тренировка Тоже Пробовать Абсолютно Разные стилистики Знаете Есть такое Челленджи Такие Что вот Человек берет Свои персонажи Рисует Вообще В разных Стилистиках Типа как Вот Gravity Falls Там Наруто Еще что-то Еще что-то Вообще Очень круто Помогает Понять Как же Вообще Это работает Обязательно Рядом С собой Ставить Реф Потому что Потому что Вот Заключение Скажу Что вот Основные Пункты Анализируем Заданный Стиль Который Вам Нужно По работе Или Как Коду себе Задание Ставите Вы Должны Задавать Себе Вопросы Допустим Почему Здесь Какие Здесь Рефлексы Есть Вообще Тут Оторожения Какие Тут Блики Почему Это Очень Много Вопросов Проблем Недопонимания Хотя Оказалось Просто Посыпь На Листе Слой С Реф Вот Прям В нужном Размере И Сравнивай Как Там Подает Тень Как Насколько На Мягкой Какая Там Тональность Как Там Нарисованы Волосы Если Там Волоски И тому Подобное Что В основном Во многих Компаниях Есть Свои Гайды По Заработке Графики То есть Там Есть Свет Требования Что Вот Есть У Них Там Всегда На Каждом Объекте Есть Вот Такой Свет Вот Такой Рефлекс Вот Такой Отражение И Все Вот Это Очень Важно Всегда Усваивать Все Всем Спасибо Можно вопрос Есть Во-первых Нужно для себя Понять Что Вы Хотите Конкретно Рисовать Ну Это Скорее Входить Генералист Ну То есть Это Так Будет Расценивать Со Стороны Работодателя И Тут Важно Понимать Возможно Лучше Когда Вы Все Таки Понимаете В какую Компанию Вы Хотите В какую Компанию Вы Смотрите Их Работы И Прям Вот Подбираете Может Даже Для Каждой Компании Свою Портфолио Вообще Они Совсем Разные Для Эта Компания Только Козуо Другую Компанию Отправит Реализм Например Когда Я Смотрю Портфолио Художников Я Немножко Теряюсь Когда Там Все Стилистики Я Не могу Понять В чем Он Хорошо В чем Не Хорошо И Кстати Еще На Тему Портфолио Когда У вас Портфолио Только Работы С Курсов Это Тоже Немножко Стаборит Потому Что Ты Думаешь Ну Блин Он Нарисовал На Курсе И Все Больше Ничего Сам Не Нарисовал Он Сидит Преподавателями На Пару Проверяю Нарисовал Там Что Небудь Или Нет И Насчет Стилистики Есть Вот Вы Отправляетесь В Портфолио Там Где Разные Стилистики Вы Говори Что Я Могу Быть Женериалистом Или Я Хочу Вот Это Вот Это Вот Это Но Нравится Мне Делать Вот Это И Хорошо Я Делаю Вот Это И Можно Отметить Что Допустим Я Рисую В По Критерии Прием На Работу Там Есть 2D Художник Там Есть На Лида Я Видела Вакансия Именно 2D Художника Я Вообще Говорю Интересуют Именно На Этой Вакансии Требования Ну Да Опять же Важно Умение Выпадать Стилистику У У нас Есть По-разному Иногда Мы Ищем На Один Проект Реально Конкретно Иногда Мы Ищем Штат Вообще Мы Очень Много Так Мы Сервисная Компания Мы Очень Разный Стиль Загиваем И Да Мы Смотрим Чтобы Человек Умел То есть Хотя Если Мы Видим Что Он Классно Рисует В такой Свет То Мы Примерно Можем Прикинуть Скорее Всего Он Упростить Что Не Приходим Так 3D Желательно Но Не Обязательно Что Ещё А Ну Художественное Образование Постойку Поскольку Есть Курсы Хорошо Вообще Всё Говорит Портфолио На самом Деле Прямо Требования Мы Не Собо Сильно Читаем Было Недавно Мы Искали На Концепт Художника Искали На Отрисовку На Отрисовку Можно На Отрисовку Объекта Надо было Искать На Отрисовку По Концептам То есть Там Не Нужна Была Супер Фантазия Потому Что Есть Вакансия На Концепт Художника То есть Мы Смотрели Не На Отрисовку На Супер Как Он Как Рисует А На Фантазию Ну Допустим По Отрисовке Финализации Мы Смотрим Чтобы Там Были Не Только Скурсов Потому Что Смирнова Очень Там Куча Присылают Работы Они Все Одинаковые И Ты Уже Узнаешь Просто Каждого Или Каких-то Менторов Крупных Компаний Я уже Узнаю Сразу Что Они Скорее Были Там На Курсе И Кстати Одна Девочка Недавно Присылала Портфолио Там Были Классные Объекты Но Оказалось Все С курса И Она Совершенно Не Смогла Это Все Повторить В Работе Поэтому Тут С Портфолио Тоже Бывает Ловушка Такая Разадумывается Грустнула Вот Что Еще Мы Смотрим На Цвет На Частоту Цвета На То Чтобы Не Было Мазков Таких Вот Прям Знаете Когда Мельтешат Ковыряют Час Какую Детальку А В Тоге Как Все Не Очень Смотрится Мы Смотрим Что Если У вас Крупные Мазки Крупный Стрих Когда Очень Прощенной Формой Но Очень Круто Считывается Объем Это Вообще Класс В таком Случае Мы Понимаем Что Если Человек Даже Грубой Кистью Нарисовать Супер Картинку То Скорее Сего Может Шлифануть Ну Либо Если Он Не Шлифать Мы Его Научим И Звоним Куда Других Художников Это Закончит Но В любом Случа Он Задаст Начало Чего Это Очень Классно На Концерт Художника Как я Говорила Мы Смотрели На Фантазию Человека Опять же Смотря Стилистика У нас Вообще Разные Были Концепты Что Ещё Я Не Сказала Коммуникация Коммуникативность Да Это Важно Оказалось Потому Что Ну Блин Все Общаются Между Собой И Как-то Хочется Чтобы Какая-то Отдача Была Хотя Мы Все На Вдаренке Сидим Чувствуется Чувствуется Когда Человек Не Хотел Отчая Тебе Приятнее Работать Человек Который Общается С удовольствием Готов Учиться Развиваться Показывать Дадает Вопросы В общем Да Это Важно Хотя Все Интроверты Я всё Понимаю Все Абсолютно У нас Компании Интроверты Даже Начальник Но Все Очень Общаются И стараются Себя Вот так Вот Вставать И вместе Чтобы Все были В ней Невозможно Смарт-объект Открыть Понимаете Вы можете Рисовать Чем угодно Главное Чтобы вы Потом Подготовили Это для Других То как Надо Ну Вы можете Рисовать Как видите Подготовить Объект Но Если Там Требование Вам нужно Что-то Запихнуть Смарт-объект Как-то По особенному Форме То вы Просто Потом Фотошоп Можете Добить В принципе Без разницы Почему Это важно Потому что Как правило Вот мы Работаем В команде И После вас Кто-то Возьмет Этот файл И у него Скорее всего Фотошоп Если он Не сможет Открыть Это будут Большие проблемы Поэтому Ну так А так Я знаю Вообще На айпадах Уже Фотошоп Сделали Его Апгрейдят Очень круто Я Тесно Так и Наблюдаю Но опять Что Там Смарт-объектов Там Нет Вроде Еще Пока Пластики Но Он Развивается Я надеюсь Скоро Будет Классное Приложение Тайпада Надеюсь Упесила Ты понимаешь Как это В объеме Работает И в принципе Для себя Если ты вдруг Не силен В 2D Что-то построить В изометрии Или чем-то еще То ты можешь Себе Помочь То есть Это как бы Не для нас Важно Скорее Мы понимаем Что человек Если что Сможет сам Себе помочь Если он Чем-то Не понимает Ну а так Прям Не знаю У нас есть художник Который очень классный Я вообще Не шарю В 3D Я не шарю Кнопочек И все Я понимаю О чем Просто все говорят Ну особо Я там Ничего не делаю Мне нравится Спектр От пластикового Казуала К Классическому Наверное Хотя Надо балуюсь Всеми реализмом Но мне опять же Нравится Как большинство Близзы Я прям Тащусь От Хардстоуна Прям Просто Сердечко Все полностью Обожаю Стилистику Плэрикса Ну прям Очень люблю Что еще Ну так Наверное Все Не Ну вообще Везде Во всех стилистиках Есть какие-то Классные Штуки И в любой Стилистике Интересно Работать И вот Это очень важное Качество Хотел Художника Интересоваться Другими Стилистиками Не то Что там Я пришел Делать Вот именно Это Ну это Как бы Ну редко Бывает Что тебя берут И вот именно На это Всегда приходится Делать какую-то Еще штучку Тебя просят И очень классно Если ты умеешь Ее делать Ну там Иконочку Какую-то Простую Еще что-то Очень важный Интерес Это очень Развивает Ну то есть Не обязательно Никто не заставляет Дома Рисуй Чем хочешь Но интересоваться Их-то Хотя бы Хотя бы когда осталась задача реально выполнить этот объект, ну, другой объект, но в этой стилистике, ну, это был полный провал. Ну, вообще, видно, что были какие-то азы, типа, что, да, цвет похож, вот это похоже, какая-то манера с вами похожа, но в целом, ну, вообще не то, не клеилось объект. Мне вообще, ну, да. А так школа-то круто. Очень надо себя развивать, надо везде учиться, но важно очень также самостоятельно работать. Ну, кстати, у нас лично есть такая практика, что к нам оформляются на не испытательный рассрок, а на стажировку. И если мы, ну, мы помогаем человеку, мы даем какие-то задания, даже существующие, с проектами или, там, какие-то похожие, вот он сам себе что-то рисует, рисует, скидывает мне на фидбак, я ему говорю, типа, что тут не так, ну, конечно, все бесплатно. И если мы видим, что у него есть потенциал, то мы с ним тогда заключаем какой-то договор на какой-то объем работы или на проект, или на вообще испытательный срок. Поэтому тут главное стучаться в все двери. Надо искать ту компанию, которая может вас научить. Ну, если они готовы на это, если у них есть время, возможности, какие-то, ну, допустим, проекты. Потому что у некоторых могут быть просто проекты очень сложные, и они не могут вас взять, потому что вы как бы, ну, вы не сможете это сделать, например. А если они не могут, то все, мне кажется, мы, допустим, сюда ищем людей. Всяких разных. Но если он рисовал только там, то, скорее всего, нет. Хотя, ну, может быть. Надо смотреть. Ну, это не ко мне вопрос. Мы же это оцениваем как бы с какой-то там с другой стороны. Как-то там у менеджеров есть какая-то своя вот атмосфера. Они там все это рассчитывают, смотрят, как вот бы так вот пихать мне эти вот работы, чтобы я так сильно не злилась, не отвлекалась. Поэтому она смотрит по возможностям, как у нас по объему работы. Да, бывает, мы очень зашиты, и вообще ничего не можем взять. Ну, да, бывает, берем. Тут, наверное, основное, одно требование будет умение адаптироваться под любое направление. Типа что вот, ну, это очень важный навык даже в рамках одного проекта уметь переступать через себя и делать то, как вот надо в проекте, как тебе нравится. Ну, вот это очень важный шаг, потому что я многих художников знаю, которые делают вот так, потому что вот им так нравится, они считают так нужным, но они не думают о том, что от этого проект проигрывает, так сказать. Ну, это не туда. То есть ты хочешь быть собой, ты тогда ищи под себя компанию, ищи там, может, издатель, может, хочешь сам эту игру выпустить для себя. Ну, то есть это такое надо, ну, еще постараться быть незнаменитым, чтобы тебя заметили, чтобы делать так, как ты хочешь. А если ты хочешь работать на компанию, там, где разные игры делают, то нужно уметь устраиваться, адаптироваться и любить каждый проект. Вот это прям, наверное, даже самый конченный. Ты вот считаешь, ну, блин, ну, каждый раз просыпаешься, ты вижу, как я ее прокляну, ненавижу просто. Но надо в этом уметь искать какие-то вот для себя вызовы, задачки, типа, что вот, ну, как-то по-другому можешь сделать, как-то так. А еще навык, который, думаю, всегда будет нужен, это понимать, принимать критику и понимать, что тот человек, который дает футбек, буду ли это я, или это будет клиент наш, что-то хочет только лучше. То есть это не к вам претензия, это просто мы вместе создаем этот продукт, а не то, что мы сидим, а с другой, типа, не так все. То есть это совместная работа, и мы друг другу помогаем. Я когда училась на архитектуре, у меня было целых 6 лет на архитектуре, чтобы понять, кем я хочу быть. Естественно, я тогда еще ничего этого не было. И я тогда уже поняла, нашла себе нишу, что я хочу заниматься экспертизой. То есть я не хотела быть архитектором, я хотела заниматься экспертизой проектов. И потом уже, когда я нашла, точнее, меня нашли на той же студии, мы начали, вот я поняла, что вау, можно рисовать, можно зарабатывать, это как классно. И уже тогда я поняла, что вот да, мне надо сейчас набраться опыта и тоже заниматься экспертизой. Мне это очень нравится. Терпение, умение, наверное, излагать понятную информацию, человеку, ну, донести, человеку, что ты от него хочешь. И, допустим, как-то ему показать, рассказать свой взгляд, чтобы вот вы как-то были его единым целым, единым организмом, чтобы реально человек нарисовал, как будто это ты нарисовал только его руками. Но это, как правило, получается, ну, не сразу, надо так вот быть вот сначала тем, потом тем, потом тем. Это самый такой, я думаю, нормальный путь, хотя, я знаю, есть архитереды, которые не рисуют вообще, не умеют. Но они очень круто видят проект, они знают, что нужно делать, они умеют объяснить. Ну, то есть, это очень крутой навык. Да, да, я, хотя, сейчас вся в команде тоже одну девочку, говорю, она может быть ледом. Она говорит, какие-то, что? Так вот, как она поняла бы, она же, она же как бы не супер там какая-то. Говорю, ну и что? Говорю, у нее, ей не все равно. Она, ей не безразлично, она тебе, допустим, она присылает тебе проект, и она говорит, типа, вот, забирайте, а вот так вот, это надо туда отправить, это надо туда отправить. Это какой-то организатор, который, ему не все равно, куда это пойдет, зачем это пойдет, она интересуется. То есть, ну как бы, вот такое. А есть те, которые просто 6 часов скидывают и уходят? Ну, вот это да, какое-то качество, ответственности за то, что ты делаешь, а не просто, что ты скидываешь, ты полагаешься на того, кто-то проверит, ну и как бы еще, мол, тут мои полномочия, все, я пошел. Ну вот, ну вот такое, да. Как правило, это измеряется уровнем ответственности. Опять же, джуниор, он сидит под надзором чьим-то, и он прям вот каждый шаг, скорее всего, утверждает своего там, синьера или лида. Медлы, они почти самостоятельны, но они все равно, они работают, а вот, джуниор, его, скорее всего, посадят на какой-нибудь маленький объектик, независимо от других, чтобы он как бы никому не мешал, и он там не переживал ни за что. Медлы, они уже работают в команде, умеют работать, точнее, общаться, подстраиваться, и, ну, они все равно скидывают, конечно, на проверку у лидов, и он уже, ну, как бы, и скиллы уже посильнее, они уже меньше команды. Ну, синьер, понятное дело, он уже, скорее всего, может вести команду, он уже подсказывает всем, и, опять же, с ним уже меньше коммуникации с лидом, то есть можно раз в день так попереписываться, проверить, и вот ему доверяешь, все, ты знаешь, он все классно. Вот, ну, и как бы, синьеры так устанавливаются с лидами степенно, меньше рисуют иногда, ну, ничего. Ну, прямо одну мало, ну, то есть, одна, это можно подумать, что он где-то слезал, и он случайно или так классно получилось, ну, или как-то так, лучше вот хотя бы три. Ну, да, как-то хочется, чтобы, ну, как бы, если человек, если художник рисует, он же не может делать одну работу, и все, и такой, ну, в общем, я пошел, я пойду отдыхать, пускай они сами там сами ищут. Ну, он же что-то рисует, он должен выкладывать, он хочет это выкладывать, скорее всего, на общее отозрение.